Юма приехала в Москву из Мали на обучение. Девушка постепенно осваивает русский язык. Кроме того, сейчас Юма пробует себя в качестве учителя. Её родной язык – французский, и именно его она преподает детям в частном саду «Лиса Лизавета». В доме, в котором находится частный детский сад «Лиса Лизавета» Екатерина Зорина прожила много лет. Однажды ей и её семье было необходимо переехать в другое место. Оставить дом, с которым многое связывает, и где родились дети, Екатерине не хотелось. Когда мы на него посмотрели, мы поняли, что он идеально подходит именно для детского сада. Большая территория для прогулок, зелёная, ухоженная, уже есть детские площадки, помещения дома отделаны так, что детям приятно в них находиться. В детской тематике очень много всего сделано. Дом из экологических материалов построен. В нём приятно дышать, хорошо, замечательно находиться, поэтому решили сделать такое дело. Поначалу казалось, что сделать из загородного коттеджа детский сад будет не так сложно. Однако потребовались определённые переделки в доме. Вся подготовка заняла примерно полгода. За это время достроили пожарную лестницу с первого по третий этаж, на каждом из которых есть запасной выход. Изменили полностью конструкцию санузлов. Теперь там есть детские унитазы и раковины. Внутри дом наполнили необходимой мебелью. Всё было сделано согласно нормам, которым должен отвечать частный детский сад. Долго придумывали такое семейное название. Получилось из двух имён наших детей, Василиса и Елизавета. Сложили вот. В леса Василиса и Елизавета. Сейчас в садике всего шесть детей, включая дочь Екатерины Зориной. Все воспитанники из ближайших коттеджных посёлков. Сам садик открылся совсем недавно, в субботу 18 августа. Расскажи, как тебе садик? Нравится? Нравится. А что здесь самое интересное? Самое интересное всё. Например, какие игрушки, что делаете? Делаем, играем, всё делаем. Во что играете? В салки какие-то, наверное. А какая твоя игрушка самая любимая? Сапочка какая-то, которая с волосиками. Она внизу какая-то. В первую очередь, это, в общем-то, основная наша политика – безопасность детей. Поэтому, может быть, не всё ещё готово, но стараемся делать максимально, чтобы обезопасить и детей, и спорные конфликты. Поэтому у нас установлено видеонаблюдение. Сейчас пока уличное, ещё не подключили внутренние. Камеры будут стоять и внутри. Камеры онлайн. При каких-то спорных вопросах и нюансах будем мы с родителями это просматривать всё. У нас камеры по периметру уличные. Соответственно, мы видим, кто подходит, кто уходит, кто подъезжает, кто уезжает. Соответственно, так как садик у нас трёхэтажный, здание, все лестницы специально перегорожены спецкалиточками, которые просто так не открыть ребёнку. То есть, доступ только со взрослым, чтобы сами не бегали. В детском садике работает воспитатель, два преподавателя иностранных языков, французского и английского, а также учитель по музыке. Кроме того, здесь есть своя медсестра и повар. У нас медсестра присутствует в садике постоянно. Вот утром принимает детей, проверяет после приготовления завтрак, обед и ужин. То есть, сначала мы это всё испытываем на медсестре. Планируем автодоставку деток из Пушкина, Ивантеевки, возможно, даже из Соприно. Автодоставка, это очень забавно. Да. Так что, ну, есть проблема, да, всё-таки до нас добраться родителям, у кого одна машина в семье или кто вообще на общественном транспорте, достаточно сложно. Добраться по этому Пушкину и Ивантеевку будем вот в таком формате. Мы хотели бы, чтобы он у нас был, имел такую концепцию, детский сад в русских православных традициях. То есть, несмотря на наличие языков и дополнительных предметов, тем не менее, основной упор мы будем делать на воспитании в детях действительно такого чувства патриотизма, развивать у них духовно-нравственные основы. Так что, будем стараться. Евгения Коломец, Владимир Парфёнов, телеканал Твой.